Самая масштабная стройка региона, новую школу на авиаторов возведут при поддержке федерального бюджета. Образовательный комплекс будет состоять сразу из нескольких зданий. Вместимость 700 учеников. Первый за 40 лет в поселке Красное продолжается капитальный ремонт детского сада. Что появится нового? Процесс интеграции предприятия ВИТО могут ликвидировать в случае закрытия. Все акции перейдут в Ненецкую АПК. К чему это приведет? Мобильное учреждение в Ненецкой Тундре заработал кочевой детский сад. В общине педагогов доставили на вертолете. Праздник, обладающий магической силой. Православные готовятся отметить Медовый Спас. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Пришло время подвести итоги четверга. В студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Самая большая и современная школа региона может распахнуть свои двери уже в сентябре следующего года. Ее возводят в микрорайоне авиаторов. Масштабный проект – это целый образовательный комплекс. Несколько отдельных зданий, соединенных между собой. Общая площадь помещений составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Учебное заведение уже называют настоящей школой будущего, где ребята смогут не только получить среднее образование, но и заниматься там спортом, музыкой и танцами. Появится даже свой автогородок, а еще мини-футбольное поле и каток под открытым небом. Все подробности прямо сейчас. Масштабная стройка образовательного комплекса в микрорайоне авиаторов развернулась в июне прошлого года. Темпы ударные. Это хорошо заметно с высоты птичьего полета. За 12 месяцев рабочие в непростых условиях возвели один из четырех будущих строений. Остальные в процессе. Высота каждого корпуса как минимум два этажа, максимально четыре. Подрядчик использует технологию монолитного строительства. Это значит, что сильные морозы и ветра никак не повлияют на учебный процесс. Школа одна, здания разные. Вот здесь будут заниматься ученики начальных классов. Напротив, возводят строение для старшеклассников. В совокупности это 700 мест. В будущем третья городская школа приобретет статус самой крупной в Ненинском округе. Общая площадь образовательного учреждения порядка 30 тысяч квадратных метров. Это больше, чем в жилом многоквартирном доме. Школа будет состоять из четырех отдельных корпусов. В первых двух разместят учебные классы, в других – спортивный и актовый залы, а также столовую. Все здания соединят между собой теплыми переходами. Школы с таким объемом, ее нет. Да, очень интересная, на мой взгляд, сама архитектура, потому что именно внутренний двор, где мы находимся, это будет такая вот закрытая территория для проведения всяких торжественных мероприятий. Очень много спортивных здесь, спортивных залов. Здесь и футбольное поле будет с искусственным покрытием. Зимой футбольную площадку переоборудуют в хоккейную коробку. Не забудут и о тех, кто конькам предпочитает танцы. В школе появятся отдельные хореографические залы, еще тренажерные. Здания оснастят по последнему слову техники. Современные лаборатории, большой музыкальный класс и даже собственный автогородок. После окончания школы выпускники смогут получить не только аттестат о среднем образовании, но и водительское удостоверение. Абсолютно бесплатно. Все уже разводки выполнены. Сейчас вот затаскивают кабель уже в заложенную гофру. Так сейчас выглядит кабинет физики. Провода из пола – задумка проектировщиков. В будущем здесь установят лабораторные парты, на которых школьники смогут проводить различные опыты. А это стандартные классы, светлые и просторные. За перегородкой индивидуальное помещение для учителя. В общем, продумано все до мелочей. Это индивидуальный проект. Здесь никаких решений. Именно под наши условия, под наши потребности. На сегодняшний день ситуация следующая. Подрядчик обладает всеми материальными и людскими ресурсами для того, чтобы построить и сдать в эксплуатацию объект в срок. В общей сложности на масштабной стройке сейчас задействовано более 200 рабочих. Готовность объекта – порядка 30%. По контракту сдать в эксплуатацию образовательный комплекс необходимо в ноябре 2019-го. Однако у подрядчика другие планы распахнуть свои двери. Новая школа может уже в сентябре следующего года, то есть в День знаний. Еще одна хорошая новость. Социальные учреждения будут достраивать при федеральном финансировании. На днях об этом заявил глава региона Александр Цибульский. Общая стоимость проекта – около 2 миллиардов рублей. Я считаю, что в этом году нас лишили финансирования несправедливо. Мы выполнили все обязательства, которые были закреплены за нами в рамках переходного срока, который нам давался. Кроме того, в соответствии с нормативными документами смена высшего должностного лица в регионе вообще должна освобождать была нас от такого рода штрафных санкций. Тем не менее, это произошло. Нас в этом году лишили федерального финансирования. Тоже председатель правительства обсудил этот вопрос. Он дал соответствующее поручение и поддержал о том, что это решение является несправедливым. И мы должны софинансирование из федерального бюджета возобновить. И это очень хорошее для нас было бы решение, поскольку мы часть высовывающихся денег могли бы направить на иные социальные объекты. В профильном департаменте заявили, в следующем году правительство на возведение школы может выделить порядка 400 миллионов рублей. Помощь существенная. Это при том, что на средства регионального бюджета в микрорайоне авиаторов сейчас строят новый 10-секционный жилой дом. Три секции уже введено, и остальные секции, 7 секций планируется до конца года ввести. Но мы понимаем, что все зависит от материалов, от сил и средств, которые есть у компании. Поэтому пока эти сроки такие определены. Площадь дома 15 тысяч квадратных метров. Это почти 300 новых квартир, отметит долгожданное новоселье. Жители ветхих бараков и те, кто стоит на очереди, смогут уже в начале следующего года. В будущем сюда переедут еще около 400 семей. До 2020-го администрация региона здесь планирует возвести 5 новых домов. Все эти проекты для Ненинского округа принципиально значимые. Микрорайон застраивают по принципу комплексного освоения территории. Рядом школа, рядом детский сад, дома. Все, как говорят, в шаговой доступности. Кроме всего, мы знаем, что этот микрорайон очень красивый. Между тем, на Вятров появится и современный спортивный комплекс. Это универсальный игровой зал с трибунами на 200 мест, фитнес-центр и бассейн. Олег Хатанзейский, Антон Водряков, Олег Богомолов. Телеканал Север. Капитальный ремонт детского сада в поселке Красное идет по графику. Сейчас там продолжается демонтаж ветхих конструкций, после чего специалисты приступят к основным работам. Когда двери учреждения откроют для малышей населенного пункта, узнал Иван Кутенников. Вопросом капитального ремонта детского сада в населенном пункте на недавнем оперативном совещании интересовался Александр Цибульский. О том, как продвигается работа, рассказал руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Илья Иванкин. Как у нас ремонт в детском саду в Красном? В детском саду в Красном мы были на прошлой неделе. Все идет в графике. Подрядчик старается. Они завезли материалы, бригада уже заехала. Ну да. Детский сад практически полностью изнутри разлопал. Сейчас будет демонтажная работа. И действительно, работа на объекте кипит. Старители трудятся каждый день. Первая стадия – разборка здания – постепенно завершается. Договор с подрядной организацией был подписан в конце июня. На сегодняшний день уже полностью демонтирована система отопления, а также электропроводка и вентиляция. 29 июня был заключен контракт с «Капиталстройного», с Абакаровым Аскандером. Так. Ну и начались работы. В принципе, остались вот стены и чердачные помещения. Демонтаж идет полным ходом. И сейчас здание, по сути, кругом лишь голые стены. И даже пол разобран до основания. Уже завозятся необходимые стройматериалы. И совсем скоро стартует следующий этап. Специалисты приступят к отделочным работам, как внутренним, так и внешним. Поручение отремонтировать детский сад Александр Цибульский дал в ходе своей поездки в поселок минувшей весной. Это первые масштабные работы по модернизации объекта с момента его постройки. Здание появилось в 1980 году. Оно представляет собой двухэтажное строение в кирпичном исполнении с железобетонными перекрытиями. Контракт на выполнение работ обошелся окружному бюджету в 35,5 миллионов рублей. При начальной максимальной цене договора в 52 миллиона. Качество ремонтных работ контролируют сотрудники централизованного стройзаказчика и специалисты департамента образования. Три раза в неделю они выезжают на место. По условиям контракта сдача объекта не позднее 27 октября. Только тогда около ста воспитанников поселкового детского сада вновь зайдут в уже обновленное здание. Иван Кутейников, Сергей Качиков, Телеканал Север. Внеочередное собрание акционеров ВИТО, на котором рассмотрят вопрос о ликвидации общества, состоится 6 августа. Об этом сообщает Пресс-служба региональной администрации. Напомню, по инициативе местных властей предприятие планирует присоединить к Ненецкой агропромышленной компании. По мнению чиновников, интеграция сделает молочную отрасль в субъекте более эффективной. Еще один аргумент – грядущее расширение производственных мощностей Ненецкой АПК. Не секрет, что ВИТО в последнее время делает ставку на изготовление молока из сухого порошка. Его качество очень высокое, но натуральное сырье всегда предпочтительнее считают в профильном департаменте. Там добавили, натурального сырья скоро станет больше. НАК строит новый телятник в Тельвиске. Кроме того, по словам специалистов, не может считаться вполне здоровой ситуацией, когда в одной отрасли у бюджета региона сразу два получателя субсидий, причем это разные формы господдержки. Между тем, в администрации округа напомнили, фактическое объединение позволит ВИТО сохранить рабочие места, при этом сократить расходы на административно-управленческий персонал. В Управлении имущественных и земельных отношений рассказали, процесс интеграции не обещает быть быстрым и может занять до полугода. Предполагается, что все активы ВИТО решением ликвидационной комиссии передадут в Нинецкую АПК. В оленеводческих стойбищах СПК «Канин» заработал кочевой детский сад. Экспресс-программу подготовки к школе без отрыва от родителей в течение месяца пройдут 20 юных жителей Тундры. А завтра мобильное учреждение откроет в бригаде СПК «Восход». Старт очередного образовательного проекта по традиции приурочен к празднованию Дня оленя. Хозяйство «Канин» и «Восход» зимой базируются в селах Низь и Ома, а летом переезжают на запад округа. Туда, к месту работы, воспитателей доставили на вертолетах. В этом году в детских садах общины «Канин» будут трудиться выпускники социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. В бригаде СПК «Восход» с ребятами предстоит заниматься практикующему педагогу бюджетного учреждения «Наш дом» и мастеру народных художественных промыслов этнокультурного центра. Добавлю всего на закупку необходимого оборудования для кочевых детских садов потрачено более 1 миллиона рублей. Деньги как бюджетные, так и спонсорские. Таким образом, за счет госпрограммы приобретены палатки, раскладушки, спальные мешки, столы, стулья, констовары. Часть суммы направят на оплату труда, организацию питания педагогов и аренду оленей. А вот на деньги недропользователей приобретены ноутбуки для преподавателей, 20 наборов конструктора, чемодан для перевозки техники и 20 планшетов. Напомню, кочевой детский сад – совместный проект Департамента образования, культуры и спорта и Департамента по взаимодействию с органами местного самоправления и внешними связями. В этом году официальным партнером является за рубеж нефть добыча Харьяга. Август месяц богатый на праздники. Среди некоторых это три спаса – медовый, яблочный и ореховый. Так, 14 числа православные отметят первый самый сладкий из них. Он носит сразу несколько названий и, как утверждают народные знатоки, обладает магической силой. И хотя до праздника остается почти две недели, готовиться к нему нужно уже сейчас. Почему, выясняла Любовь Пермякова. В начале августа по народной традиции отмечается медовый спас. Это не только христианский, но и славянский праздник. Люди верили, что он обладает особой природной силой. И если правильно его встретить, можно обрести любовь, удачу и счастье. Почему этот день с особым нетерпением ждали все девушки на Руси, и как можно изменить свою судьбу к лучшему, узнаете прямо сейчас. Вообще праздник «Медовый спас» имеет несколько названий. Например, «Маковый» или же «Спас на воде». Православная Церковь в этот день чтит память трех христианских святынь. Креста Христова, на котором был распят Иисус Христос, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. На Руси этот день встречали торжественной службой. Выносили крест на улицу, устраивали водосвятия на реке и купались. Благодаря последнему праздник и получил название «Мокрый» или «Спас на водах». Почему связывали с водой? Потому что в этот день святая Елена, по преданию, это мать Константинопольского, одного императора, она нашла вот это якобы древо у воды, и традиционно его выносили в храм святой Софии. И вот таким образом православная церковь уже где-то в 16 веке она приняла вот этот праздник как бы за норму и стали тоже освящать воду и выносить в центр храма крест. И даже на воде делались и ордани, так же, как у нас сейчас это традиционно происходит зимой, 19 января, и затем после освещения воды, значит, в воду уже спускалось все население, все вместе купались прямо в одежде, эта одежда уже считалась святой. На Спаса в реке купаться незамоленные грехи простятся, говорили наши предки. И свято верили, что вода в этот день обладает целебными свойствами. С помощью нее можно было защитить себя от болезней, дурного глаза и даже несчастий. Водой можно было излечить от болезней даже домашний скот. Для этого на берег реки пригоняли лошадей, которых священник окроплял святой водой. Считалось, что целебная вода не только в реках и колодцах, но даже на растениях. Чтобы кожа была здоровой, свежей и румяной, русские красавицы вставали на заре и шли в поле или рощу, набирали росы и умывали ею лицо и обтирали тело. Сами же цветы на праздник Маковея, как его еще называли, тоже обладали волшебством. До христианской Руси люди создавали специальные букеты обереги, маковейчики, которые защищали семью от бед на протяжении всего года. Не перестали собирать такие букеты и после прихода христианства. Правда, теперь их освящали в церкви. На Руси были убеждены, это должна сделать каждая женщина или девушка. Но не только с водой и травами был связан этот праздник. Конечно, еще связывают этот день и с медом. Мы так и знаем, что это медовый спас. Уже пчеловоды в этот день второй раз заламывали мед и заламывали его обязательно, потому что думали, если этого не сделать, сегодня не заломать соты, то пчелы с соседней пасехи повытаскают весь мед. В этот светлый и святой день было принято угощать друг друга медовыми пряниками, булочками с маком и блинчиками, квасом и, конечно же, медом. Издревле он считался чудодейственным продуктом. А освященный мед ценился вдвойне. Ему приписывались поистине магические свойства. Например, когда пробовали первую ложку меда, загадывали желание. Как говорили наши предки, если что-то сильно хочется, то обязательно сбудется. Но не только приблизиться к мечте можно было в этот день, но даже обрести красоту и привлечь любимого. Поэтому с особым нетерпением его ждали все девки на Руси. И еще бы, ведь раньше он был сродни походу в спа-салон. Девушки становились перед зеркалом в полный рост и переговаривали. Я самая красивая и привлекательная. Приди ко мне, милый, и реши все мои проблемы. После произнесенного заговора необходимо было нанести мед на лицо на 20 минут, а затем смыть его. Этот ритуал нужно продолжать на протяжении двух недель. И если вы сейчас, по примеру наших бабушек, проделаете его правильно, то не удивляйтесь, что через 14 дней преобразится ваше лицо. Кожа приобретет розовый оттенок и станет бархатистой. А вскоре вы встретите парня, который заслужит вашего внимания. Еще этим природным продуктом русские красавицы очищали кожу лица. Для этого наносили тонкий слой жидкого меда и слегка постукивая подушечками пальцев, вбивали его в кожу до тех пор, пока он не загустеет. Остатки меда снимали тряпочками, смоченными в теплой воде. А еще мед смешивали с отрубями, получая таким образом чудодейственный скраб. Лицо после таких процедур становилось свежим, мягким и матовым. Эти рецепты красоты проверены временем и одобрены нашими прапрабабушками. Кстати, эффективны они не только на Бедовый Спас, но и в любой другой день. Главное помнить, что природные богатства и доброе слово творят чудеса. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Антон Бодряков, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова